Слав, что случилось? Ладненько, некрасивая кепка Что это? Бро, я не знаю, не красивая Я не знаю, брат Здесь еще, да? Здесь не так Вот так, видишь, конечно Скорее нервозный Брат Не снимай Ха-ха-ха Эй, стоп, камераман Тупая камера Стоп Знаем Может сейчас какая-то мульту И все Нажми на оценку Сколько? Да есть Здравствуйте Здравствуйте Ты что сюда уже идешь? О, а куда? Здравствуйте 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 Зайдите Это радует? Да Богдан начал фоткать Все внимание Все внимание Богданович Да Обидно Сейчас вообще не фоткается с нами Да 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 Раньше хоть иногда фоткались Ты после матча с Ростовом? Да нет Вообще А вообще? В прошлой весне Тогда Иван уезжал в Англию С ним еще фоткались Да Теперь уже все, да 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 Точно Иван, что делать, а? За столу надо Надо попадать сзади Разница во времени между Уфой и Москвой И нас два часа С этого аэропорта Все рейсы в Прагу Можешь на стадион не ехать Нет Сразу Сразу в Прагу В Прагу нельзя Да Тебе нельзя Ахахахах Сейчас снимаешь Таково тебе себя ощущать, последней надеждой Осетинского футбола Очень ответственно Юрий Валентинович, очередной галкипер молодёжки отстоял на ноль. Как вы это делаете, Юрий Валентинович? Само собой получается. Понятно. Футбольный клуб Уфа приземлился в аэропорту Шереметьево и завтра сыграет со столичным «Динамо». Интересный случай произошёл в самолёте. Один из пассажиров нам сказал, что он занимается строительным бизнесом. И когда был на одной из выставок в Лондоне, то местные жители, узнав, что он из России и в частности из Уфы, тут же сказали «Уфа, это футбольный клуб». Это говорит о том, что футбольный клуб Уфа уже стал визитной карточкой нашей республики в Европе. Дима Живоглядов, его помнит в «Динамо». Он не стал опускаться с командой в низшие дивизионы, а перешёл в футбольный клуб Уфа. И вот сейчас ему предстоит сыграть со своим бывшим клубом. Кейхи привезли новые бутсы. Возможно, сегодня у них он и будет играть. Гол с «Динамо»? Гол с «Динамо»? Гол с «Динамо»? Гол с «Динамо»? Традиционное ознакомление с полем и с программой академатом. Гол с «Динамо»? Как хотел-то, тениться? Как хотел-то. В центре, на голове с Шелиной. Давай селфи делать, да? На Рубин. А ведь он был наше всё. Ты видео снимаешь? Да, да, да. Давай, сходи. Не видел? Премьера лига, брат. Согласен. Встреча на Эльбе. Вперёд, вы мучите. Учитель, вы мучите. Что, наверное, встанешь в перерыве? Нет, нет, нет. Филипп Кудрявцев. Один из любимейших комментаторов для УПП. Вот или нет? Нет, это видео. А, все удачи сегодня. Все сразу тебя захлопали. Умеешь ты, умеешь ты себя преподнести. Это неудобный для нас стадион, неудобный для нас соперник и неудобный для нас арбитр. Эти три составляющие могут повлиять на итоговый результат. Но, как известно, каждой серии когда-то приходит конец. И надеется, что это произойдет сегодня. И так далеко посадили ночные боевщики. За стеклянную витрину. Мы все равно их слышим. Все второй тайм. Бей, бей, стоп! Ну, кто добьет? Бей! А что? Бей! 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 На 87-й упустить победу. Очень обидно, очень обидно. Это плюс после этого. Ну, забивай Пауревич и все. Просто нет слов. Настроения никакого. Вообще никакого, да. Я первый раз на улице с Динамой. Ничья сродни. Да, с Динамой ничья, да. Такое ощущение как-то... Не дотерпели в самой концовке. Пропустили мяч. Где-то выключить, наверное, это... Минус. С точки зрения плюсов, что после пропущего мяча и атаковали. И было два же таких момента для того, чтобы все-таки добиться победы. Уже нужно отдать должное ребята. Молодцы. Сумели найти все силы. Сложный матч. В концовке пропустить. И найти все силы. Атаковаться до этого момента. Это плюс для нашей команды. Стараюсь. Молодцы.